В руках Елены Барабаш свидетельство о собственности дачи с печатью и подписями. В теории документ, на деле просто бумажка. Фрунзенский район и суд Владивостока как-то вдруг признал такие свидетельства от 1993 года недействительными. Таким образом, дача, на которой муж Елены построил дом, а женщина выращивала овощи и цветы более 20 лет, теперь ничья. И вот идет проволочка, уже 3-й или 4-й год идет. Мы никак не можем оформить землю в свою собственность. Хоть у нас, правда, документ есть. Участки нужно было переоформить, то есть поменять старые документы на новые уже давно. Но дачникам об этом никто не сказал. Только 4 года назад новый председатель товарищества садоводов, в территорию которого входит дача Елены, обнаружил, что земельные участки не оформлены в собственность по новому законодательству. Говоря проще, не приватизированы. Это стало началом затянувшейся истории. Сначала не могли найти концов, чтобы зарегистрировать участки, раз реестр и департамент земельных и имущественных отношений перенаправляли дачников друг к другу, не желая ими заниматься. Тогда товарищества садоводов совместно с Центром правовой поддержки собственников недвижимости обратились в суд за помощью найти крайнего. Выяснилось, что оформлением должен заниматься именно департамент. Но появилось еще одно «но». Суд района признал недействительным те документы, которые были выданы в 93-м году, что сейчас и нет видения, как это будет происходить. Люди могут просто потерять участки свои. То есть, получается, оформить дачу однажды недостаточно. Нужно каждый раз доказывать государству свои законные права. И по решению суда все, кто получил дачи в 93-м году, остались на сегодняшний день без таковых. Причем в суде нас заверили – свидетельства недействительными не признавали. Однако в решении черным по белому написано – является временным и ненадлежащим правоудостоверяющим документом. Эти формулировки и насторожили юристов. Честных предпосылок к этому не было, потому что до этого люди по таким же свидетельствам спокойно ходили в Росреестр и получали, скажем так, меняли свидетельства. Старые на новые. А сейчас в недоумении мы, в недоумении люди, потому что это решение фактически лишает многих людей права собственности. Сегодня только в одном товариществе дачи могут потерять порядка 400 человек, а таких объединений по всему нашему краю больше тысячи. Решение районного судьи товарищество садоводов обжаловало. Сейчас дожидаются вердикта из Приморского краевого суда. Если он окажется не на стороне дачников, добиться закрепления участков за правообладателями будет очень непросто. И дача легко может отойти в собственность государству. Гарантии того, что в ином порядке люди заново оформят собственность, которую фактически у них отняли, нет. Потому что процедура оформления садовых участков очень, скажем так, носит негативный характер для садоводов. Крайне малое число оформляет свои права на земельные участки. По закону, конечно, все просто. И зарегистрировать участки сегодня чисто теоретически возможно. Нужно всего лишь подать заявление и полный пакет документов, подтверждающих право собственности на дачу, в Департамент земельных и имущественных отношений или в МФЦ. Если все составлено верно, то переоформление не займет и больше двух недель. Но и тут, правда, есть одно «но». Для того, чтобы утвердить схему расположения земельного участка, мы должны видеть границы основного общества. Зачастую председатели, либо представители этих обществ просто эту работу не сделали. То есть сначала товарищество садоводов должно зарегистрировать участки в кадастровой палате как недвижимость. В нашем случае все документы есть, но все равно участки отказываются переоформлять. Дачники бьют тревогу. Говорят, за последние годы только два товарищества Приморья смогли зарегистрировать свою землю. Хотя в департаменте нам озвучили цифру в 20 объединений. Как обычно, государство говорит, что все просто, но по факту люди сталкиваются с проблемами и до сих пор не знают, куда им идти и что делать. Многие дачники продолжают возделывать свои земли на птичьих правах, в любую минуту ожидая приход государственных органов. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова